А во второй инстанции, в Кассационной, там было у нас, там просто стулья, простые, простые. А это офис первой инстанции, когда-то. У каждого судья теперь прям не кабинет, апартаменты, сравнивает Анна Николаевна. Судья в отставке вспоминает, ютились в коморках, аж по шесть человек. Роскошь в послевоенное время в Фемиде была не позволена, а вот работать было некому. Поэтому процессы вели сразу, сойдя со студенческой скамьи. Я начала учиться в 41-м году, в 45-м году наш выпустили, досрочно даже, потому что, ну, война, и после войны нужны были кадры. Звучит дико, но судей раньше родные могли месяцами не видеть. Если кто украл корову, приходилось в деревню ехать, а пока разберешься, время и уходило. Процессы вели на выезде. Сейчас веб-камеры есть, приговоры выносят онлайн. В судебных процессах теперь, что ни процедура, революция. Кассир подносит к вашему товару сканер штрих-кода, нажимает на кнопочку, и вся информация в чек попадает. Мы решили, что мы точно таким же образом должны работать и с судебными делами. Сейчас пару кликов мышкой и все законы, чтобы вынести решение, у судьи под рукой. А раньше, вспоминает Николай Перов, часами пропадали в архивах. Пропадал не зря. Он вел громкое дело, которое было на слуху в 60-х. Девушку он попросил, чтобы она уходила, и он будет как-то от них уходить. Ну и здесь возникла драка. И у него был перочинный нож, перочинный ножичек, и он стал им обороняться. Перов признал действия юноши обороной и дал условный срок. Пострадавшая сторона тогда настаивала на застенках. Дело несколько раз обжаловали, но Верховный суд СССР подтвердил правоту судьи из глубинки. Перов этим до сих пор гордится. Областной суд хранит в своей истории сотни таких судеб. Владимир Башкарев на Южном Урале стал первым назначенным судьей. С него в Челябинской области и началась летопись людей в черных мантиях.